Можно перевести по-разному, но вот мы видим, что это все складывается в логотип, и это замечательно. Собственно, если вы вдруг не знали, то в последние годы компания Apple пред записывает презентацию. Прямо сейчас собрали блогеров, журналистов в Степшел Фиетто, в Apple Headquot во втором комплексе. Я вначале как-то хотел немножко с этого, так сказать, поугарать, а оказалось, смотрите, действительно, это рабочие кейсы. Мы в прошлом году разбили тест, но попытались, так сказать, получить тот самый заветный звонок в службу спасения. У нас это не произошло, но я вам открою тайну, в том числе и на наших тестах компания Apple внесла изменения. И сегодня эта функция как будто бы действительно нормально работает, и iPhone 14 спасает людям жизни. Ну и вообще другая техника Apple, потому что мы помним, что в Apple Watch есть детектор падения, который также позволяет и пожилым людям, не имея возможности дотянуться до телефона, с часов совершить вызов, а иногда даже не нужно делать ничего самому, потому что часы, соответственно, сделают это за тебя. Ну вот, собственно, да, высокий пульс и высокие значения как раз позволяют тебе понять, что нужно что-то сделать. Вы знаете, что в Apple Watch появился датчик сатурации крови, или как это, кислорода в крови, что было очень актуально в 2020 году. То есть Apple Watch действительно очень полезный гаджет, который спасает людям жизни, и это очень такой американский, очень рафинированный ролик, но в нем есть действительно простые человеческие радости, и эти люди могли бы не сниматься в этом видеоролике, если бы не в продукте Apple. Мне кажется, это очень здорово. А есть еще замечательная реклама Apple с лидаром и протезами для животных. Поаплодируйте, кто видел замечательный ролик. Мы его в том числе в Телеграме публиковали. Если нет, посмотрите, вот мне нравятся такие живые примеры, да, то есть в этом есть определенная, скажем так, лубочность. Вот он, Apple Campus, вот замечательный. Я вот здесь везде гулял, вот там вот пиццу ел, вот тут вот закладки делал. Сейчас нам подключится Яндекс.Браузер с нейросетями, и мы сможем слушать Тима Кука как положено. А, мне говорят, что давайте ты немножко включишься, чтобы мы кайфанули от Тима Кука. Давайте я вам немножко поперевожу, чтобы кайфануть. Несколько апдейтов по Маку. Два самых мощных Мака, конечно же, Мак Студио на процессорах M.2 Max и M.2 Ultra, а также Mac Pro, на котором мы катались. Посмотрите, этот ролик замечательный. И 15-дюймовый, абсолютно великий MacBook Air. Линейка MacBook'ов и компьютеров Mac действительно очень классная в этом году, но это только начало народа. Видите, вот, собственно, Тони Паланко пишет. 15-дюймовый MacBook – это самый классный 15-дюймовый MacBook, который вы можете купить. Очень величие. Но на самом деле, кроме шуток, одно время говорили, что лучший компьютер на Windows – это Mac с Bootcamp. С переходом на ARM-архитектуру и процессоры M-серии. К сожалению, пока это реализовать нельзя, но то, что они сделали – это абсолютнейшее величие. И мы ждем, конечно же, обновления дальше. Хочется новой iMac 24-дюйма. Посмотрим, чем нас Тим Кук порадует прямо сейчас. Ну, вот о чем я и говорил. Тим Кук единственный, кто верит в Vision Pro. Соответственно, он начинает с того, что MacBook – это все замечательно. 15-дюймов – это здорово. Но что если у вас будут все дюймы мира, и с Vision Pro вы сможете наслаждаться контентом прямо вокруг себя? Пока, еще раз, мне этот продукт не продан, да, то есть я не чувствую в нем какого-то величия завтрашнего дня. Но до релиза еще достаточно времени, возможно, удивят и чем-то порадуют. Прямо сейчас разработчикам доступны киты, с помощью которых они делают приложения для Vision Pro. И это великая победа Apple в смысле того, что они не просто релизят продукт, а за полгода дают разработчикам весь инструментарий для того, чтобы они могли сделать уже к релизу какие-то аппликейшн. Соответственно, мы получим не просто гарнитуру, мы получим целый набор еще и предложений, которые созданы специально для нее. Собственно, стандартные слова от Тима Кука о том, что iPhone, Apple Watch это также очень популярные продукты Apple, и они делают нашу жизнь лучше, они... Ну, все, что мы делаем, все с iPhone лучше, правда? Ну, правильно, он говорит, если вы забыли вдруг iPhone, мы же возвращаемся домой, потому что как можно выйти в мир без телефона сегодня? Потому что там вся наша жизнь, там заказ еды, и говорим спасибо нашему спонсору Яндекс.Еди. Там все, там банковские приложения, там все кайфы. И Тим Кук это такой специальный человек, генеральный директор, который общими словами вводит нас в курс дела. А сейчас мы отправляемся дальше в полет по Калифорнии. Это Сан-Франциско, если ничего не путаю. И здесь специально обученный человек под именем Джефф Уильямс, он же, может быть, за президент по, скажем так, всем процессам, как исполнительный директор, начнет видать нам про Apple Watch. Новое поколение Apple Watch, народ! Дождались! А что оно точно такое же, как и раньше? Подожди, Джефф, ты нас обманываешь, а в чем разница, в чем прикол? Мы все это видели, камон! Подожди! ...популярный директор, в Сирии 9, берет на следующий уровень, с мощным новым Apple Silicon, и удивительные новости, которые вы используете каждый день. Новые процессоры, какие-то уникальные возможности, которые мы будем использовать каждый день. Так, теперь мы отправляемся в то ли Apple Store, то ли в какую-то лабораторию Apple, скорее. Действительно, процессор в Apple Watch собственного производства, но он как будто уже устарел для сегодняшних задач. Те, кто пользуются актуальными часами, видят, что иногда они могут подлагировать. Ну, а давайте посмотрим, что там внутри, в новых часах. О, Вилса Лайк, говорят, заблокировали. Давайте поаплодируем этим бедолагам. Ну и все. А тем не менее, 5,6 миллиарда транзисторов в процессоре S9, которые на 30% быстрее по определенным задачам, я так понимаю, в сравнении с предыдущим поколением. Не просто так на заднем плане велотренажеры, потому что Apple Watch это, в первую очередь, фитнес-девайс по версии Apple почему-то. Более быстрый Neural Engine, который непонятно зачем нужен, но тем не менее, было бы замечательно, чтобы он там все-таки был. И вот отдельно выделили All Day Battery Life, народ. Конечно же, вы почему-то не аплодируете. Это же то, чего нам не хватало в Apple Watch, вообще, в последнее время. Ну, соответственно, все, что бы вы не делали на своих часах, с помощью в том числе Siri, это делать проще, увлекательнее, действительно так. Сири это единственное, в смысле, часы это единственное место, где Siri пользоваться действительно удобно. Но теперь, видите, она вот такая вот вся из себя интегрированная в систему с новыми возможностями. Как будто бы и до этого это было, и я вообще не очень понимаю, в чем обновление. Пока выглядит, как будто нам показали новый процессор, который ожидали увидеть достаточно давно. И нужно понимать, что это девятое поколение часов, да, здесь ничего сверхъестественного. Что-то важное должно произойти в следующем году, когда будет юбилейное десятое, тогда мы действительно кайфанем. Пока, ну, такое себе. Ну, да, соответственно, вы можете новые фразы говорить Siri. Ну, а вот что я вам скажу, только, скорее всего, на английском языке, да. На русском мы все это получим, вы хотите верить, когда-нибудь потом, но не сейчас. Как вы знаете, в iOS 17 Siri теперь можно звать просто Siri, не «Hey Siri». В русском языке остается «Привет Siri», просто потому что почему-то это не обновили. Интересно, почему. Та же функция, которая есть в iOS 17, теперь вы можете, прислонив двое часов друг к другу, поделиться своими контактами и личной информацией. Новый чип Ultra Wideband, который не работает в России. В общем, уникальная презентация в этом поколении, да. Ни хрена ничего в России не работает, но мы это обязательно купим. Вы теперь можете искать свой iPhone с помощью Apple Watch. Раньше вы могли найти часики с помощью телефона, а теперь вы сможете быстро найти свой iPhone. Такая ситуация тоже иногда бывает. Пьяный, когда просыпаешься, иначе уже запасы вписки. Выпал такой, ну, где мой телефон? А он в купертине. Большой Always On Retina экран от края до края, без рамочек, с пиковой яркостью 2000 нитс. В принципе, неплохо, но здесь ключевое слово «пиковая яркость». Она доступна несколько секунд на ярком солнце. А так у вас будет вот один нит, смотри в него. Но на самом деле это Always On экран, соответственно, это фишка подобного рода дисплеев. Соответственно, он может максимально низко опускать ту самую яркость и частоту обновления для того, чтобы экономить батарею. Новые функции Taptic Engine, которые теперь позволяют вам более отзывчиво воспринимать какие-то отдельные элементы, в том числе и анимаций. И если вы что-то набираете текстом, с недавних пор такая возможность на Apple Watch тоже есть. Сегодня мы добавляем что-то реально крутое. Что-то реально крутое. Что-то не позволяет улучшить новую жестку, которая использует только твоя рука. Это особенно удобно для тех частных ситуаций, когда твоя рука оккупирована. Как, когда заняты руки или гуляешь с собакой, и у тебя нет возможности нажать на экран часов, какой-то жест появился. Вы, кажется, вы не его видели, да, вот этот? Вот так делаешь, и все происходит. Чтобы ответить на звонок. Опа! Ну, это крутая фича, народ. Мне кажется, можно поаплодировать. Это крутое. И просто скинул ее нахрен. Правильно. Не, на самом деле крутая фича с точки зрения того, что, казалось бы, Apple Watch это устройство, которое нужно, когда ты не можешь воспользоваться телефоном. А по факту иногда нельзя воспользоваться Apple Watch. И как раз новый процессор, новый сенсор, и, понятное дело, позволяют отслеживать все эти жесты в связке гироскопа и акселерометр. И, как вы видели, это не только для непосредственно ответа на звонок. Вы такими же образом можете листать свои карточки в новом циферблате. Добная штука. Смотрите, какой сильный ветер. Он там страдает, стоит. Ну, это какая-то уже прям совсем какая-то адская жесть. Когда тебе даже лениво на экран ткнул, после того, как ты проснулся, и ты просто бац, дабл-дабл ответил на звонок. Ну, конечно, я бы когда так пишу на стене, не очень удобно бывает. Но когда с любовницей стоишь, и жена звонит, и ее хорстит. Я не знаю, Тина. Магия на кончиках пальцев. Ну, это круто. Это круто. Вот такое хищу мне в Apple Watch CD Ultra 2, и мы с вами кайпанем. В следующем месяце, в октябре, значит. Ну, конечно, есть у меня определенные вопросы. Неужели нельзя это было реализовать на предыдущем поколении? Нам также говорили, что там мощный акселерометр, мощные все штуки. Жалко. Пять замечательных цветов в алюминиевом исполнении. Три цвета в стальном. Золото-стали-черная сталь. Какой-то специальный гость, который расскажет про прогресс. Мы говорим не просто, ну, вот новые цвета там рисуем, а мы все красивости. Мы еще и развиваем вот эти все как раз вопросы экологии. Вот эта замечательная женщина в оранжевом, это вице-президент Apple по экологии. Чтобы вы понимали, у них есть специальный человек, который руководит все этими процессами. А нам сейчас показывают классический митинг в Apple Headquarters. Так, цветочки, земля. Что происходит? Я надеюсь, мы не не ждем тебя ждать. Это же божья коровка. Нашествие божьих коровок. Mother Nature, welcome to Apple. How is the weather getting there? The weather was however I wanted it to be. Let's cut to the chase. In 2020 you promised to bring Apple's entire carbon footprint to zero. Собственно, они говорят о том, что недавно мы и Сиднемы обещали свой углеродный след сократить до нуля. Собственно, очень важно сделать так, чтобы мы выполняли свои обещания. И здесь есть много всяких апдейтов и так далее. Они поприветствовали как Mother Nature. Я не понимаю, прикол в том, что это, видимо, олицетворение Матушки Земли. Вот такая вот приколюха. Пришла Мать-Земля на освещение Кэппел и говорит, вы недостаточно много делаете для того, чтобы сократить свой углеродный след. И вот они сейчас пытаются оправдаться. Собственно, как вы знаете, сейчас коробки делаются из переработанного картона. Все вторично перерабатывается, в том числе и для кейсов самых айфонов и так далее, и так далее. Я так понимаю, сейчас речь идет о том, что ремешки какие-то новые получатся или даже кейсы для непосредственно Apple Watch. О, нам подключили перевод. Ребята решили кейфануть, чтобы я вам переводил. Нормально переводил, да? Поаплодируйте, сказал нам. О, а теперь кейфанем от перевода нейросети. Они, конечно, пошустрее. Давайте послушать. Мы также используем стопроцентно переработанный алюминий в корпусах всех наших покупок. Телевизоров Apple TV и Apple Watch. А как насчет iPod Shuffle? Ну что же, хорошо. Я просто не могу этого сделать. Это сегодня шутка. Мы чуть откатились по непосредственно хрону. Как раз про iPod Shuffle шутка в том, что его уже давно не производят. А как насчет бранду вон там? Они вас тоже постепенно увольняют. Ох. Что же будет дальше? У нас есть электричество. У нас есть электричество. Мы работаем на 100% на чистом электричестве. А что работает на 100% на чистом электричестве? Все офисы, магазины и центры обработки данных компании Apple работают на экологически чистом электричестве благодаря вам, вашей могущественной жене и сыну. А офисы компании Apple уже стали углеродно-нейтральными? Да, именно так. Это здание является углеродно-нейтральным? Да, мы делаем это с помощью сочетания экологически чистой энергии и устранения выбросов парниковых газов. Это примерно то же самое, как если бы вам сказали об этом. Вы всерьез объясняете матери природе, что такое углеродное небо? Ну, если бы так было, на самом деле, вот именно такой перекрестный, когда идет диалог, тут, конечно, нейросеть, она пытается быстро вам донести всю информацию. Когда речь идет как раз о трансляции, человек вам что-то один рассказывает, намного комфортнее с точки зрения восприятия. Но, мне кажется, вот эта вся сценка, она достаточно сильно затянулась с точки зрения важности для конкретного пользователя. Поаплодируйте, кто очень любит нашу землю. Что мы инвестируем в проекты по своим делам, помогаем защиту производства растений. А поаплодируйте, кто бы мог оставить небольшой природный след, если бы нам положили адаптер питания в коробку. У меня тоже есть ощущение, что как будто бы, знаете, ну вот, ну, камон, то есть, это слишком сильные загоны. Все это здорово, что Apple использует солнечную энергию для работы дата-центров, что они такие классные, 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 но это не продает продукт. То есть, я не вижу в этом какой-то дополнительной, добавленной ценности. Я думаю, вряд ли какой-то пользователь достаточно осознанно покупает Apple Watch только потому, что они вот такие классные. И отправляя iMessage, он не тратит какую-нибудь там энергию грязную, вот эту вот всю неприятную. Поэтому, мне кажется, вот конкретно эта сценка, она могла бы быть типа короче. Короче, убедили они, мать природу. Как вы можете видеть, мы внедрили инновации и переоснастили почти каждую часть нашего процесса, чтобы уменьшить наше воздействие на планету. К 20-30 годам все устройства Apple будут иметь чистое нулевое воздействие на климат. Так это все они. Все они здесь есть. Так им будет лучше. Так оно и будет. Мне нравится, что тут Netflix-адаптация произошла, и вот у нас вот такая мать земля. Хорошо. Увидимся в следующем году. Не разочаровывайте свою маму. Непонятный прикол, то есть мать земля ушла, и цветочек распустился. Как вы можете видеть, мы работаем над некоторыми действительно крупными экологическими инициативами. Он тебе говорил, что будет отдельный закон по поводу экологии. Кто оказался прав? Конечно. Вот вам Лиза. Лизу давай. Лизу почему-то в пустыню отправили. Бедная Лиза. Наша миссия в компании Apple заключается в том, чтобы сделать продукты, которые понравятся покупателям, любимыми. Ну, в принципе, нейросеть правильно поняла, что дальше Лиза ничего умного не скажет. Может, ее отключить. Ну, да, да, мы все это слышали. Я вообще не понимаю, почему хронометраж презентации и наши ожидания вот этого замечательного анонса новых айфонов перерывают вот этими вот рассказами про, значит, природный след и так далее, и так далее. Но, кстати, мы думали, что Лиза находится в пустыне, она находится в одном из дата-центров, в том числе Apple, где вот эти огромные фирмы солнечных панелей, которые как раз обеспечивают действительно работу всех процессов. Опять чуть-чуть откатились назад. Вы же хотели на Лизу еще раз посмотреть? Вы можете видеть, мы работаем над ней. Мы действительно посмотрим на Лизу еще раз. Я был на этой пирсе, вот это мост «Золотые ворота», да, это все в Сан-Франциско замечательное. Хотелось бы, конечно, оказаться где-то там, но, к сожалению, у нас такой возможности пока нет. Но масштаб внушительный, представляете? Вот это все, это действительно солнечные панели. Ага, нам говорят, что Лиза настолько преисполнилась, что даже как-то перешибла все своим, так сказать, восприятием. Но сейчас посмотрим на то, что произойдет дальше. На самом деле, нужно понимать, что Apple это в первую очередь американская компания. И 52% всех замечательных... А, ну все, хватит смотреть на Лизу. Сейчас нам вернут трансляцию в лучшем виде, не переживайте. Ничего без нас, так сказать, не анонсируют. Так вот, мысль в том, что, конечно, основной рынок это американский, и в Америке это действительно важно. Для них это, ну, нужно объяснять, нужно говорить. Это то, что выделяет компанию на фоне конкурентов. Так что, надеюсь, что они вот эту обязательную программу выполнят, и дальше мы полетим уже в сторону. И в третий раз мы посмотрим на Лизу. Лиза, давай, в этот раз ты не можешь нас подвести. Лиза. Вот так вот солнечные энергии есть, а Лизы нет. Сейчас запустят, ребята, все, чтобы было красиво. На самом деле, бывают технические проблемы на больших мероприятиях, и я за годы посещения всевозможных Барселон и прочих выставок это наблюдал, и это нормальная практика. И в Apple истории было, помните, когда Стив Джобс просил всех отключить Wi-Fi, чтобы была возможность показать, насколько быстро интернет на iPhone и прочее, прочее. Так что это нормально. И помните, я бы говорил, что у нас сегодня будет Glorious Experience с точки зрения проникновения в презентацию. Так вот, ровно это сейчас и происходит. О, хотите, прикол. iPhone зафиксировал... Господи, Apple Watch зафиксировал высокий пульс. Я немножко переживаю из-за того, что Лиза никак не может рассказать про экологию. Вот, но на самом деле, как будто я себя чувствую как обычно, а хоп, высокий пульс присутствует. Так что, вот, вы не видите, а я уже вижу, что там появились новые замечательные ремешки, те самые, которые нам пытались все как-то донести. А они сейчас наконец-то будут... Сейчас мы на них посмотрим. То есть вся эта долгая подводка, и Лиза, которая с четвертого раза, надеюсь, все-таки нам расскажет о том, что уже из себя представляют эти ремешки, а это все вот именно туда. А также, конечно же, есть коллаба с Hermes. Сейчас нам покажут всю красоту. Короче, народ, эко-кожа уже не модна, чтобы вы понимали. Эко-кожа никто... Опа! Здравствуйте! Вернулась. И это Hermes. Собственно, даже этот старый французский дом из Парижа, и тот, значит, склонили к использованию новых материалов. Ну, чего уж говорить про коллаборацию Nike и, соответственно, Apple Watch. Вот такие грязные прикольные ремешки. Стиль имеют, и они действительно достаточно классно смотрятся. Есть еще вот такие вот с липучечкой, которые также, ну, на мой взгляд, для тех, кто занимается спортом, будут интересны. И теперь это целая, соответственно, коллекция разных вариантов. Также есть специальные циферблаты, которые доступны только для этих моделей. Раньше так было, сейчас, по-моему, Nike доступны для всех версий. Ну, и, собственно, все это вместе. Это Apple Watch Series 9. Что мы видим? Carbon Neutral замечательно. Быстрая зарядка, новый процессор. Вот этот замечательный жест. Достаточно яркий экран. Crash Detection это уже все было. Ну, по большому счету, как будто не настолько масштабное обновление, насколько нам хотелось бы. Новые возможности для велосипедистов. Вот это, мне кажется, стоит поаплодировать. Велосипедисты есть в зале? Что-то как-то неактивно велосипедистам аплодирует. Так, посмотрим, куда нас дальше занесет. А теперь мы отправляемся в горы, где нас встречает кто? Еще один какой-то специально обученный человек, который лазает по горам. Его даже не подписали, вообще, пофигу, кто-то. Ну, конечно же, когда мы отправляемся в горы, мы говорим про Apple Watch Ultra. И в прошлом году нам Apple показала Apple Watch, который отлично подходит для, соответственно, покорения гор, глубин и длительных всяких велосипедно-пешеходных прогулок. Со своим уникальным экраном, функциями и так далее. Apple Watch Ultra 2. Apple Watch Ultra 2. То, что нам хотелось, и как будто бы корпус тот же самый, да? Это печально. Это очень и очень грустно. Даниэла, значит, нам рассказывает про Apple Watch. Забавно, что их всех отправляют в какие-то горы, где они должны все это нам показать в лучшем виде. Новое поколение Ultra Wide Band чипа. Это то, что в нашем Bingo уже было. Кстати, смотрите, кнопочка. И вот это все вообще не изменилось. 3000 нитс. Еще более яркий экран. Ну да, если вы смотрите на циферблат при очень ярком солнце, то будет чуть более просто воспринимать информацию. И еще новых циферблатов прикольных, с встроенным компасом, чтобы могли сориентироваться, куда бежать. Теперь ночной режим может автоматически активироваться, потому что есть сенсор света, который в зависимости от освещения может либо включать, либо выключать. Это самый замечательный режим. Ну и, конечно, тот самый мощный GPS, который позволяет очень точно отслеживать ваше и положение, и тренировки. Ну, значит, насколько активно вы крутите педали и прочие-прочие вещи. Кто-нибудь пользуется Apple Watch для спорта? Ну, насколько я знаю, многие люди, кто действительно увлекается там всяким экстримом, для них есть более такие, скажем, продвинутые решения от того же Garmin и так далее. Но Apple достаточно большой шаг сделала навстречу вот этой целевой аудитории. Выпустили в прошлом году Apple Watch Ultra. Сейчас они, соответственно, докручивают, да? Ну, пока очень грустно, что это тот же самый корпус, и как будто бы особого смысла обновляться. Вот лично для меня, для человека, которому не нужен дунгиапазонный GPS. Непонятно. Дайте мне хотя бы черный Титан, чтобы красиво было. Несмотря на то, что много всяких фич появилось, все тоже великое время работы. 72 часа в режиме low-power mode, он же энергосберегательный режим. Ну и, соответственно, опять законы про экологию, что всего за год мы очень сильно проработали всю историю с кейсом, его материалом, в смысле вторично переработанным. Ну, и, соответственно, мы все еще движемся в ту самую цель, где 2030 год должен стать финальным нашим, так сказать, отправлением. Соответственно, наши три типа рябешков, соответственно, они в зависимости от спорта отличаются. Есть те, которые нужны для бега, для альпинизма и для дайвинга, доступны в новых цветах. А также доступен и вот этот же замечательный, который был презентован в серии S9, потому что используют тот же самый новый чип. И я так понимаю, что нового кейса нет. Ну да, что-то печально как-то. Печально? Кто расстроен? Поаплодируйте. Вот вы аплодируете, а как-то тяжко на душе. Ну, потому что как будто не этого я ждал. Мне кажется, помните, какой был великий переход от iPad 1 поколения к iPad 2? Просто новое устройство все-таки. Ни хрена себе. А тут, по большому счету, все то же самое. Итак, там есть SE, которые нахрен не нужны. Watch S9 и, самое интересное, ультра. 799 долларов GPS плюс L. Собственно, предзаказать вы можете их прямо сегодня. Доступно все с 22 сентября. Ну, такой себе апдейт. Нужно, как бы, понимать, что, видимо, весь запал на следующий год. Если с айфонами мы ожидаем серьезных изменений прямо здесь и сейчас, то с Apple Watch, ну, вот как-то так. Видимо, и так неплохо продается и нет смысла дергаться. Смотрите, какая интересная стена у Тима Кука. Вот это крутая тема. Это самые продвинутые часы, которые мы когда-либо создавали. Но он был бы странный, если бы он не так. Ну, наконец-то! Давайте поговорим об айфоне. 35 минут нам рассказывали про экологию, Apple Watch, еще какие-либо интересные вещи. Ну, сегодня мы ваше восприятие айфона двигаем еще дальше. И сейчас мы должны, наконец-то, кайфануть. Давайте... Динамик. Добрый вечер. С цветами не угадали нифига. Есть приятный розовый. Так, специальный человек нам сейчас расскажет о новом айфон 15. Пока о базовой модификации. Все, что мы увидели, это слегка обновленный дизайн. Цвета достаточно нейтральные, я бы сказал, без ярких каких-то красок. Ну, розовенький я бы хотел. Ух ты, какой у них тут классный вообще этот склад. All new design, если вы вдруг не увидели, то это полностью новый дизайн. Ну, конечно, Динамик Айлент наконец-то приехал к, скажем там, тем людям, которые не могут заплатить Apple много денег. Но Динамик Айлент это действительно прикольная штука, которая слегка, а не сказать, что сильно меняет восприятие от устройства. А вот эти вот приятные, значит, воздух вот в этих всех анимациях, плюс в iOS 17 стало их еще больше. Соответственно, те, кто купит айфон 15 сейчас, получат уже улучшенный Динамик Айлент, скажем так, докрученный, допиленный. И, кстати, вы знаете, где классно используется Динамик Айлент? Правильно, в Яндекс.Ед. Там вот такая функция есть классная, когда он тебе в кружочке прям показывает, сколько осталось времени до прихода курьера. И ты прям дико кайфуешь. Кто пользовался поаплодируем? Вот у этих людей есть айфон 14 Pro. Запомните их тоже. На самом деле, это круто. И классно, что вообще Яндекс первым реализует такие штуки, когда на экране блокировки тебе показывают тоже, сколько осталось до приезда такси, сколько осталось до прихода курьера. Вообще, во сколько. Ну что ж, опять же, очень яркий экран на 1600 нит, соответственно, поддерживаются все эти замечательные HDR технологии. А вот в пике он может бахнуть аж в 2000. Не нужно смотреть на эти цифры. Это маркетинговый буллшит, реально это не работает. Поаплодируйте, у кого этим летом айфон постоянно понижал яркость на солнце. Потому что перегревается скотина. Поэтому абсолютно непонятно, зачем они нам об этом рассказывают. В этом нет абсолютно никого смысла. По факту айфон скорее понижает яркость из-за того, что действительно на солнце нагревается. Так, ну мы продолжаем наслаждаться дизайном. Смотрите, чуть более покатый стал вот этот экстерьер. Да, то есть у нас с вами появилось вот это закругление сампатичное, которое должно слегка изменить наше восприятие. При этом расположение камеры оставили тем же, и люди не смогут понтануться тем, что у них новый айфон, если он в чехле. Ну и, соответственно, пять цветов. Ну, в принципе, все прикольные. В общем, они их чем-то там обрабатывают как-то специально. Непонятно, как это влияет. Будет ли глянцевая панель или нет. Ну и, конечно же, специальное вот это керамик-штекло, которое защищает лицевую панель. Подожди, я сейчас не понял, там рычажок был? Рычажок был, да? Короче, кнопка только в айфон 15 про, походу. Пока для, скажем так, обычных пользователей айфон 15 будете дергать рычажок. Кнопку нажимать будете потом, чуть попозже. Мы точно контролируем насыщенность, чтобы создать пять потрясающих цветов. Розовый, желтый, зеленый, синий, черный. Ух ты. Вот это что? Айфон, чтобы обеспечить долговечность, от которой зависят наши пользователи. Мы оптимизировали наш индивидуальный процесс двойного ионного обмена. Для этого нового материала мы отполировали его нанокристаллическими частицами. Затем он был вытравлен, чтобы создать текстурированное матовое покрытие, которое кажется невероятно... А, матовая крышка в базовом айфончик. Кстати, это круто. ...более прочный, чем любое стекло смартфона. А также вода и пыль устойчивый, так что он рассчитан на длительный срок службы. Айфон сохраняет свою ценность дольше, чем любой другой смартфон. Это правда. Если вы зайдете на Авито, все становится понятным. Ведь это помогает сохранить ограниченные природные ресурсы. И... Ха-ха-ха, ты, ё-май-май-май. ...наши цели создания углеродно-нейтральных продуктов... Мы поняли, что углеродно-нейтральных. ...использование переработанного материала. Как ты уже слышала от Лизы, мы уже говорили об этом ранее. В корпусе используется 75% переработанного алюминия. Впервые в баке... Да что ж это такое? 100%! Вот, наконец! Если вы ждали, то 100% наш публиц вообще переработан. ...в основной логической плате и зарядном устройстве МЭКСов. В пятнадцатом Айфону установлена совершенно новое усовершенствованная система камер. Она разработана для того, чтобы помочь нашим пользователям делать фантастические фотографии повседневных моментов своей жизни. Мы всегда ищем способы облегчить каждому возможность делать великолепные фотографии. Поэтому мы добавили в Айфон 15 по 3... 48-мегапиксерная камера! Замечательно! Она создана для ежедневной съемки четких фотографий и видео. У нее 4-пиксельный сенсор и пиксели со 100% фокусировкой для быстрой автофокусировки. Эта 45-мегапиксельная камера открывает перед вами несколько захватывающих возможностей. Предположим... Это действительно круто. Как вы знаете, Айфон все равно снимает с разрешением 12 мегапикселей, но 48 мегапикселей это, соответственно, больше света захватывает матрица. А также владельцам Айфон 15 будет доступен уникальный режим TX2 без потери... То есть это кроп по матрице без потери детализации. Очень удобно. Наверное, большинство своих фотографий на Айфон 14 Pro Max я делаю именно в режиме X2. Чтобы вывести основную камеру на новый уровень, сенсор группирует каждые 4 пиксели вместе в более крупный пиксель размером в 2 микрона. Это обеспечивает фантастическое улавливание света. Затем фотонный движок создает изображение, оптимизированное для улавливания света, и объединяет его с изображением сверхвысокого разрешения для получения богатых деталей. В результате получается 24-мегапиксельная фотография с ней. Вот так вот, 24. Ну, плюс нейросеть, как вы знаете, подъезжает, которая убирает шум и докручивает детализацию. А также имеет практичный размер файла, который отлично подходит для хранения и совместного использования. И со всеми этими пикселями мы можем сделать больше, чем просто увеличить разрешение. Используя средние 12-мегапикселей сенсора, мы включили новую опцию двухкратного телеобъектива. В общем, все, что было в прошлом году в Айфон 14 Pro, сегодня доступно владельцам Айфон 15. Продолжается та же самая история, что технологии прошлого года приезжают в более доступные сегменты. Не имея телезума в смысле физического, вы теперь получаете Х2 без потери качества. Мне кажется, это круто. Даже при слабом освещении, ты можешь уменьшить масштаб изображения, чтобы запечатлеть всю сцену целиком, или увеличить его, чтобы получить идеальный крупный план, и все это с оптическим качеством. Когда ты снимаешь видео, двухкратный телеобъектив также имеет непрерывный зум, так что ты можешь кадрировать сцену, как здесь, в кинематографическом режиме с четырьмя кадрами. Это помогает тебе чувствовать себя ближе к объекту съемки. Так что он идеальный. Нужно понимать, что в отличие от оптического увеличения, здесь все-таки идет кроп по матрице без вот этих всех приятных изменений и перспективы. Поэтому это такой Х2 условный, потому что в принципе, если вы кропните фотку после съемки, получается, ну, как будто примерно тот же самый результат. Потрясающие портреты своих друзей и близких стало еще проще. Портреты станут более насыщенными по цвету и будут отлично смотреться при слабом освещении. Мне нравится вот этот снимок. Он полон ярких цветов и деталей. А также использует богатую карту глубины для создания красивого эффекта боки. На этом портрете очень хорошие собаки, просящие лакомства. Айфон запечатлел идеальный момент с нулевой задержкой запора. Еще доля секунды, и все будет по-другому. А еще мне стало проще сделать свой портрет, потому что теперь тебе не нужно забывать переключаться в портретный режим. Используя машинное обучение, мы можем определить, когда в кадре появляется человек, и автоматически получить богатую информацию о глубине изображения. Ну, кстати, действительно классно, потому что вот это вот то, что начинаешь листать туда-сюда, оно не очень удобно. Оно работает даже с собаками и кошками, так что в ее сэру... Вот это самое классное. Вот где нужен нейрол инжент, вот этот замороченный, чтобы кошку от собаки отлить. А в этой богатой карте глубины мы вводим управление фокусом и глубиной для совершенно нового уровня творческого контроля. Сфотографируй этот портрет в сверхвысоком разрешении. Теперь после того, как фотография сделана, ты можешь переключать фокус с одного объекта на другой. Это дает тебе гораздо больше возможностей для работы... Вот это классная фишка, как раз с помощью нейросети и современных процессоров. Были все время такие камеры, которые позволяли выбирать глубину резкости после съемки. Вот мы пришли примерно к этому уже, благодаря современным быстрым процессорам. Так что он прекрасно передает текстуру его кожи, отдельные пряди волос и даже тени листьев на его рубашке. Когда-нибудь мы будем фотографировать так же, как вот эти промо-снимки. При этом, прикиньте, они их реально делают на айфоны. Я когда-нибудь хочу прокачать свои руки до того, чтобы делать вот такие снимки. Вы получите еще более реалистичную картинку. Посмотри на это красочное селфи, сделанное фронтальной камерой с истинной глубиной изображения. В нем используется наш новый интеллектуальный хдер, чтобы красиво передать глубокие оттенки фиолетового цвета на ее рубашке. А также яркую отделку стула позади нее. Когда ты смотришь на хдер фотографии в приложении фотографии, они будут иметь более яркие блики с более насыщенным... Так что ты действительно сможешь увидеть насыщенный цвет ее платья. И то, как свет падает на ее щеку, точно так же, как это было в реальной жизни. Благодаря сочетанию передовой компьютерной фотографии, 48 мегапикселей... 48 мегапикселей основная камера, значит, ультраширик остался 12 мегапикселей. Ну, такой, скажем, не супер навороченный апдейт, но как будто в iPhone 15 что-то подобного ожидать было бы странно. Ну, как он? Мне кажется, это достойно. Да? Достойно. Производительный. Сейчас мы вам прошлогодний процессор поставим, чтобы вы кайфанули, и вообще будет величие. Чтобы обеспечить все эти расширенные функции, iPhone X оснащен невероятно... Какие вы предсказуемые, ребята! ...и доказал, насколько он мощный, быстрый и эффективный. Честно говоря, конечно, грустно, потому что вот эти 3 нанометра, которые все мы любим, их сложно производить, поэтому все самые навороченные технологии уезжают в Pro смартфоны, и iPhone 15, видите, приходится экономить. То есть, по сути, iPhone 15, потому что вы понимали прямо сейчас, это прошлогодний iPhone 14 Pro, да? Dynamic Island, 48-мегаписельная камера, A16. Возникает вопрос, зачем мне нужен iPhone 15, когда я могу купить прошлогодний iPhone 14 Pro? И вот тут вот я вас приглашаю ко мне на кухню, мы все это будем обсуждать в рамках iOS Pro и других историй, потому что прямо сейчас... ...на 20% меньше энергии, чем 15... А в чем прикол? Слайд ли новый дизайн? Так мы все убираем его в чехол, и никакой разницы, камеры даже расположены так же, в чем прикол? iPhone X по-прежнему обеспечивает длительное время автономной работы в течение всего дня. У iPhone X Plus батареи большего размера, которая служит еще дольше в те дни, когда вы забываете зарядить ее, или просто хотите провести больше времени за играми, просматривая веб-страницы или общаясь по поездам со своими друзьями. А теперь давай поговорим о возможности подключения к интернету. В iPhone X используются мощные проводные и беспроводные технологии. Что бы рассказать тебе о новых захватывающих беспроводных функциях, которые появятся в iPhone X? Вот Денис. Что в iPhone X? Вдруг встал? Ну, просто. А он вот на рынок пришел, сейчас все расскажет. В iPhone X используются беспроводные технологии, облегчающие повседневную деятельность, например, потоковое видео. Вы можете использовать функцию AirPlay или легко обмениваться контактной информацией с неймдом с помощью ближней связи. iPhone стал первым смартфоном со сверхширокополосной связью, которая отлично подходит для определения того, где ваши ключи спрятаны на диване. Сверхширокополосная связь... Это, к сожалению, не работает. То есть прямо сейчас нам будут рассказывать о технологиях, которые у нас пока недоступны. Ultra Wideband не работает, 5G не работает. И как и в Apple Watch Series 9, второе поколение этого чипа используется грустно-печально. Этот чип также открывает совершенно новый способ использования точного поиска на iPhone X для поиска ваших друзей. Когда вы находитесь в многолюдном месте, таком как железнодорожный вокзал или фермерский рынок, и ваши друзья делятся своим местоположением, вы можете найти своих друзей. Они укажут вам точное направление и расстояние до них. Ну да, найти своих друзей вот таким образом было бы, конечно, извиняюсь. Были бы друзья, конечно. Финенциальности, которых пользователи привыкли доверять. Конечно, иногда телефонный звонок – это лучший способ связаться с кем-то. iPhone уже обладает фантастической производительностью в 5G, и теперь качество звука при телефонных звонках тоже улучшается. Потому что в iPhone X используется более продвинутая модель машинного обучения, которая автоматически определяет приоритет вашего голоса. Если вы предпочитаете отфильтровывать еще более отвлекающие фоновые шумы, просто выберите опцию изоляции голоса, и вы услышите все громко и четко. Как будто все это было уже, на самом деле, достаточно давно, где он и шум, и ветер, и все остальные вещи приглушают. Вам уже лучше? Отлично. Конечно же, у них здесь есть яблоки. Это функция, которой вы можете пользоваться каждый день. Да, обожаю звонить с рынка. Иногда звонок не может пройти, потому что вы находитесь вне сети. Еще одна функция, которая нам недоступна, а именно связь через спутник. ...представила новую революционную услугу, экстренный сигнал SOS через спутник. Это оказывает огромное влияние, в том числе помогает службам быстрого реагирования спасать людей после несчастных случаев и стихийных бедствий. И пользователи сообщают своим близким, что они в безопасности, обновляя свое местоположение с помощью функции Find My Via Satellite. Это происходит в разных местах, от шепландских островов Шотландии до горы Диллингтон в Тасмании. Программа экстренного вызова SOS и Найди меня через спутник распространилась на континентах, а в этом месяце они прибудут в Испанию и Швейцарию. Система экстренного вызова SOS была создана для серьезных чрезвычайных ситуаций, требующих быстрого реагирования. Но скажите, что у вас возникли проблемы с машиной и нет сотовой связи или Wi-Fi. В таких случаях мы вводим систему помощи на дороге с помощью спутниковой связи. Она основана на тех же передовых технологиях, что и наша существующая спутниковая служба и очень проста в использовании. Просто отправьте сообщение в службу помощи на дороге и выберите, какая помощь вам нужна. Я так понимаю, Apple запартнерировалась с какими-то сервисами, которые будут оказывать эту самую помощь на дороге. Но опять же, скорее всего, это будет доступно пока в США и Канаде. И отправят помощь в ваше точное местоположение с необходимым оборудованием, чтобы вы могли двигаться дальше. Эта программа запускается в США совместно с компанией АА, крупнейшим в стране поставщиком помощи на дорогах. Услуги на дорогах покрываются членством в ААА, а также доступны отдельно для тех, кто не является ее членом. Это еще один пример того, как iPhone играет в армию. Ну это здорово, конечно, для пользователей в США. Нам недоступно ни в каком виде все это замечательное великолепие. Мы очень рады включить бесплатный доступ к этим спутниковым сервисам в течение двух лет с помощью iPhone. Мне исполнилось 15 лет. Эти лучшие в своем классе... Какая кокетливая дамочка. ...возможностях iPhone. Этот разъем используется для зарядки, синхронизации данных... А, неужели мы перешли к USB-C, господи? USB-C стал общепринятым стандартом. Ура! Ну, в общем, все, что мы с вами обсуждали в наших видосах на YouTube, все подтвердилось. Один вот досконально, только с цветами не угадали. Теперь с помощью одного и того же кабеля можно заряжать... Ну, здорово, да? Только что Apple говорил нам, что забей это Lightning, классно. А теперь с помощью одного кабеля ты можешь заряжать все и обратить внимание AirPods в углу. Если у ваших AirPods низкий уровень заряда батареи, вы можете заряжать их или даже Apple Watch прямо с вашего iPhone. Мы также подключаем USB-C к наушникам AirPods, чтобы они... А, вы можете с помощью USB-C зарядить свои AirPods. Поняли? Обратная зарядка, но не беспроводная, а как в iPad реализованном. В iPhone X есть функция мексов. В ней используются магниты со стопроцентно переработанными... Да ты заколебал уже со стопроцентно. Эти магниты обеспечивают идеальное выравнивание зарядных устройств, мексов или киту, а также других аксессуаров, таких как наши красивые чехлы и кошельки. Миллионы людей пользуются этими безопасными аксессуарами MagSafe. И точно так же, как наши ремешки для часов. Это дает нам еще одну возможность оказать положительное воздействие на окружающую среду. Благодаря отказу от кожи... Мы больше не будем делать кожные чехлы. Теперь это тканевые чехлы. ...вы особый кислого газа. Мы избавляемся от кожи. По сравнению с кожей, эти мягкие прочные чехлы из тонкой ткани также присоединяются к нашему силиконовому и прозрачному корпусу. Это прикольно. Я не знаю, сколько вы любили кожные чехлы. Мне кажется, они достаточно быстро приходили в негодность, и это было на такой себе. В нем так много инноваций, что ты можешь использовать его каждый день. Это похоже на динамичный остров. Основная камера с разрешением 48 мегапикселей обеспечивает 2-х кратной телеобъекты и 16-х кратной бензин. Ну что скажете? Нравится нам iPhone 15? Которых нет ни у одного другого iPhone. Мне нравится. Ну, в целом, скорее да, чем нет, но... Серьезно, это прошлогодний iPhone 14 Pro без одной камеры. Причем прикольно, да. А единственное, что, конечно, со временем iPhone 14 Pro выпадет из продажи, и отсюда все проблемы. Но есть USB-C. Вот если вы большой фанат USB-C, для вас вот эта радость. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Я действительно влюблен. Видишь, ему понравилось. Да, вот так вот ходишь, свой iPhone во всех тыкаешь. Говоришь, смотри, какой у меня iPhone 15 классный. Объективно, крутое обновление, но мне все меньше нравится вот эта концепция, что мы, типа, в новом поколении берем прошлогодний Pro и делаем из него базу. iPhone 15 и iPhone 15 Plus – это огромный шаг вперед. Они полны новых передовых в отрасли возможностей. Они по-прежнему стоят всего 799 долларов за iPhone 15 и 899 долларов за iPhone 15. Смотрите, в базе все еще 128 гигабайт, к сожалению. У нас также есть отличные предложения от Apple и наших партнеров. В том числе скидка до 800 долларов США. Когда ты покупаешь iPhone 11-го поколения или новее, у нас есть отличные предложения. А, ну то есть ты можешь сдать свой в трейд-ин там старый принести и все происходит. На самом деле Apple все больше и больше всяких конструкций внедряет, где вы можете купить iPhone с рассрочками и так далее, и так далее. А теперь вернемся к Тиму. Ну что ж, Тим, давай. Ну что, самое интересное, наверное, ждет в iPhone 15 Pro, я так понимаю. iPhone 15 и iPhone 15 Plus – это действительно невероятное устройство с новыми возможностями, которые действительно изменят жизнь наших пользователей к лучшему. В них уникально сочетаются мощные технологии, простота использования и продуманный дизайн. Это делает их незаменимыми. И мы еще не закончили. Наши модели Pro представляют собой самые лучшие из инноваций Apple, расширяя возможности в области дизайна, камеры, производительности и многого другого. Следующее поколение Pro продвигает каждую из этих функций дальше так, как это может сделать только Apple. И я хотел бы познакомить тебя с ней прямо сейчас. Ну, начинаем с Титана, очевидно. Те самые крошки, которые летали все это время в анонсе, вот они. И они собираются в слово «кредит». Титаниум, ну, блин, хрен его знает. Кнопочка, конечно, здесь уже кнопочка. Вот она, маленькая. Вот они, тоненькие рамочки, самые тонкие рамки среди всех смартфонов вообще. До выхода следующего китайца, но тем не менее. Чтобы поближе познакомиться с iPhone X Pro, самым профессиональным iPhone, который мы когда-либо создавали. Вот yours. Почему-то X им все мерещится где-то. И мы отправляемся в очередной коридор, вот этот прозрачный Apple Campus 2, где, собственно, нам сейчас расскажут все про новый iPhone. iPhone X Pro наполнен первыми в отрасли инновациями и функциями, которые обязательно понравятся нашим пользователям. Он оснащен самым передовым на сегодняшний день кремнием Apple и обеспечивает самые невероятные фотографии и видео. И мы очень рады представить вам наш удивительный новый титановый дизайн. Это самый высококачественный материал, который мы когда-либо использовали в корпусе iPhone. Титан невероятно прочен и долговечен, но в то же время он намного легче, что делает его более легким. Самый легкий Pro за все время, как я сказал, на целый один грамм будет легче. А куда Джо сделся? Отключился. Ну ладно, все вернется. Да, самые тонкие рамки. Мы все это видели, на самом деле. Все, что они сейчас нам рассказывают, это все уже утекло. Но выглядит, скажите, выглядит круто. Выглядит прямо мощно. Все симпатично. Новые обои нам еще дали. Прям все как надо. Здесь вот прям происходит тот самый мэджик. Казалось бы, вроде никаких особых изменений, но чуть-чуть более покатая задняя крышка. Новая текстура, грани за счет нового материала. Тонкие рамки и вот мы уже кайфуем. С диагоналями все остается в том же раскладе, как и раньше. 6.1, 6.7, все это мы видели. Но, вы знаете, я тут примерял чехол iPhone 15 Pro Max и мой 14 Pro Max туда не поместился. То есть, кроме того, что они стали чуть тоньше, чуть легче, я так понимаю, что они чуть тоньше стали, чуть меньше сами по себе. Так, у нас сейчас перевод подключится, а я пока вам буду рассказывать про замечательный... Вот Apple Campus еще раз посетим сейчас. Так, будет ли нам тут раз красота? iPhone X Pro напомню. А, не, есть все у нас. Поехал перевод дальше. Но поскольку мы это уже слышали, сейчас я вам еще быстро вкину историю. Чтобы вы понимали, YouTube что-то сегодня козлит и что-то у него там какие-то проблемы происходят, поэтому вот такие у нас бывают откаты. Но, опять же, где наш не пропадал, мы все эти вопросы решаем быстро, ловко. Благо, как я и сказал, наша продакшн-команда большие молодцы. Итак, Титан, который невероятно легкий и классный. Возвращаемся к Джозу. А, нифига, не возвращаемся. Ровно на этом моменте он в прошлый раз и отвалился. Он начал говорить про самый легкий, самый классный материал и все произошло. А можно нам перемотать его, потому что меня уже укачало от коридоров Apple, вот этих замечательных. Они, конечно, приятные, но... Слушайте, представьте, какой продакшн всех этих пролетов камеры и прочего. О! Он оснащен самым передовым на сегодняшний день кремнием Apple и обеспечивает самые невероятные фотографии и видео. И мы очень рады представить вам наш удивительный новый титановый дизайн. Это самый высококачественный материал, который мы когда-либо использовали. ...титановый дизайн. О! Чувствую, что вот здесь замечательно. ...дополнительной защитой при введении цвета. Эти дизайнерские покрытия Apple разработаны с нанометровой точностью и занимают до 14 часов, в результате чего получается 4 великолепных... Нету золота больше! Как мы, собственно, и плакали с вами вчера, 3 унылых цвета и синий. Синий титан подчеркивает элегантность материала, а натуральный титан подчеркивает его необработанную металлическую природу. Кроме того, появилась новая внутренняя архитектура корпуса, которая делает iPhone более ремонтопригодным для ремонта. Благодаря... Вот это, кстати, здорово, потому что он более ремонтопригодный, это здорово. ...по заменять заднее стекло. Вся алюминиевая основа изготовлена из стопроцентной переработки. Конечно же, все равно есть алюминиевые части внутри. Это способствует общему увеличению количества переработанных материалов по мере того, как мы работаем над достижением наших 20-30 целей. А теперь вернемся к джаз. Джаз. В iPhone X Pro произошло еще одно изменение дизайна, которое нас очень взволновало. С самого первого iPhone у нас появился переключатель Ring Silent Switch. Быстрый и простой способ отключить звук на iPhone. Мы хотели сделать это еще лучше. Так что с iPhone 5 Pro мы переосмысливаем... ...с помощью настраиваемой кнопки действия. Action button. По умолчанию это все еще простой бесшумный переключатель звонка. Чтобы переключиться между звонком и беззвучным звуком, просто нажмите и удерживайте кнопку, чтобы подтвердить свое намерение. Вы также ощущаете характерную тактильную обратную связь для каждого состояния. И вы можете выбрать одно из множества действий. Вот что мы хотели. Фонарик, кнопки включать. Примерно простым нажатием кнопки вы можете... Или записывать разговоры. ...быстро записать новую идею. Или запустить камеру, чтобы запечатлеть этот важный момент. Активируйте любимую функцию специальных возможностей, такую как живая речь. Или вы можете использовать ярлыки, чтобы открыть еще более широкий набор опций. Те самые команды. ...вашего любимого приложения до запуска ваших собственных пользовательских ярлыков. Кнопка действия обеспечивает еще большее удобство и универсальность работы с iPhone. И каждое взаимодействие дает вам визуальную обратную связь с динамическим островком на продвинутом профессиональном дисплее iPhone X. Я настоящий профессионал. В дополнение к инновационному динамическому островку, дисплей Super Retton XDR также обеспечивает плавную работу. Обратите внимание, что промоушн-экран в iPhone 15 не подъехал. А это значит, что в 2023 году за 900 долларов Apple продает iPhone с 60-герцовым экраном. Это, конечно, потрясающее умение, но имеет то, что имеет. ...которое активируется при повороте вашего iPhone на бок во время заряда. Благодаря постоянно включенному дисплею iPhone 5 Pro режим ожидания постоянно остается включенным, чтобы показать вам полезную информацию. Опять же, вот этот Pro стенд режим доступен в iOS 17 и на предыдущих iPhone 1. ...или настроить свой вид с помощью нескольких виджетов. iPhone X Pro также значительно улучшил производительность. Мы рады представить новый уровень производительности. iOS 17, байоник. А, Pro, ух ты, йорк. Новое название. ...профессионал своего дела. Подробнее о том, как это знаменует собой начало новой главы в области производства. Ну, это может поаплодируем. Мы снова в подвал отправляемся, где замечательный вот этот вот, похожий на Рика Санчеса чувак, будет нам рассказывать... Нет, другой какой-то сегодня. Чип серии обеспечивает все возможности работы на iPhone. Для iPhone X Pro мы разработали новое поколение кремния Apple, который является важным шагом вперед с изменениями во всем чипе. Включая новый прорывной графический процессор. В основе этого нового чипа лежит транзисторная технология. И это первый в отрасли трехнанометровый чип. Эти три нанометровых транзистора созданы с использованием ультрасовременной ультрафиолетовой литографии. Ширина элементов этих транзисторов составляет чуть более 12 атомов кремния. Модель 17 Pro содержит 19 миллиардов таких транзисторов. И мы используем их все для повышения производительности, эффективности и функциональных возможностей нашего нового чипа. В новом процессоре реализованы микроархитектурные и конструктивные улучшения, как для наших ядер производительности, так и для ядер эффективности. Наши ядра производительности теперь работают на 10% быстрее. Мы продолжаем обеспечивать самую быструю однопоточную производительность в любом смартфоне. Это бросает вызов даже настольным ПК высокого класса. Наши высокопроизводительные ядра также работают быстрее и остаются непревзойденными в отрасли, обеспечивая в три раза большую производительность на ватт, чем у конкурентов. Скажите классный переводник, я бы так не смог на ходу вам что-то рассказать. Давайте поаплодируем нашему замечательному Янгисправдену, который сегодня нам делает хорошо. Это позволяет ему обрабатывать до 35 триллионов операций. Честно говоря, он себя убеждает. 19 миллиардов транзисторов, 35 триллионов операций на 10% быстрее. А как тормозил Инстаграм, так и будет. Он включает такие функции, как более точный бод текста с помощью автозамены и выделения объекта на фоне фотографии. Или создание персонального голоса для пользователей, которым грозит потеря речи. В программе 7Tip Pro есть специальные движки, которые позволяют использовать профессиональные функции. К ним относятся кодек ProRes и механизм отображения, который обеспечивает продвижение и всегда включенный дисплей. Мы также включили специальный декодер AV1, обеспечивающий более эффективное и высококачественное воспроизведение видео. Это касается потоковых сервисов. iPhone X Pro также оснащен новым разъемом USB-C. Но для наших моделей Pro мы включили новый USB-контроллер в модель 17 Pro. Это позволяет создавать новые рабочие процессы, которые раньше были невозможны. Это первый iPhone с тремя скоростями USB до 10 гигабит. USB 3.0 поддерживается, 10 гигабит передача. То есть теперь, если мы наснимали ProRes, то вы можете в 20 раз быстрее передать, чем в старые добрые времена по Lightning. Вот то, что мы ждали. И поскольку не сделали акцент на случай с iPhone 15, соответственно, там остался USB-C, но на скоростях 2.0. Это наш новый дизайн в истории графических процессоров Apple. Это графический процессор класса Pro, который еще больше расширяет возможности iPhone. Мы сосредоточились на трех вещах. Повышение производительности и эффективности, запуске сложных приложений и добавление новых функций рендеринга. Новый графический процессор теперь имеет шестиядерный дизайн, который обеспечивает максимальную производительность на 20% быстрее. Кроме того, мы уделили особое внимание энергоэффективности, которая помогает поддерживать стабильную производительность игр. Мы добавили совершенно новые функции в графический процессор, такие как насыщение серки. Это позволяет играм создавать детализированные среды, потребляя при этом меньше энергии. И впервые у нас появилась аппаратно ускоренная трассировка лучей. Ух ты, ё-моё! Теперь три в ряд у вас будут все блики вообще реальные. Без трассировки? А сейчас трассировки сделаем. А теперь вот сцена с отражениями, прослеживаемыми лучами, которая более точно отражает поведение света и отражение окружающей среды. С помощью аппарата ускорения целых лучей можно получить более точно 5 дня. 17-летний профессионал... Все понятно. Ну, я не очень понимаю, зачем это сделано, кстати, с точки зрения мобильного гейминга. Мне кажется, он скорее мертв, чем жив. Вы бы лучше как-то систему подписок и донатов за каждый шаг переделали, было бы замечательно. ...может работать в 4 раза быстрее по сравнению с программным обеспечением, основанным на трассировке лучей на модели 16 Bionic. Игры ещё больше улучшились благодаря новым функциям программного обеспечения, включая масштабирование Metal FX, которое сочетает в себе производительность графического процессора и нейронного движка для обеспечения высокого качества графики. При этом потребляется гораздо меньше энергии. Это самая быстрая поездка за всю историю использования любого смартфона. Мы очень рады, что iPhone X Pro изменит мир мобильных игр. Ну, на самом деле, здесь, наверное, ключевая мысль в том, что всё, что раньше давалось чуть сложнее, теперь будет реализовываться проще и при этом потреблять меньше энергии. iPhone работает на базе высокопроизводительного и энергоэффективного кремниевого кремния Apple. Он оснащён усовершенствованными HDR-дисплеем. Он поддерживает переменную частоту обновления и совместим с самыми передовыми игровыми контроллерами. App Store и Apple Arcade произвели революцию в распространении игр. А также в iPhone и iOS существует фантастическое сообщество разработчиков игр. Компания Seventeen Pro продвигает эту невероятную платформу ещё дальше, закладывая фундамент для нового поколения мобильных игр. Некоторые из лучших разработчиков игр в мире используют преимущества этого нового уровня производительности. Вот вам пример того, что можно сделать на iPhone 5 Pro. Так. Добро пожаловать в Нью-Йорк в отдел резидентов отдела. Окей. Ну, Division достаточно старая игра, но тем не менее, обратите внимание, насколько всё... Благодаря улучшенному разрешению, более динамичному освещению и ещё большему количеству огненных и погодных эффектов, игра становится более реальной. Благодаря обновлениям чипов мы смогли разработать высококачественные водные объекты, которые обеспечивают более реалистичные волны и отражения. Наконец-то. На новом iPhone X Pro изображение Ханкай Орио никогда не выглядело лучше. Какие-то наркоманы сумасшедшие. Ментальный эффект увеличивает масштаб ткани. Но это ещё не всё. Такие игры, как Resident Evil Village и Resident Evil 4, которые когда-то были только на консоли, теперь можно играть на iPhone благодарю. Ну, вот это можно поаплодировать, народ. Resident Evil 4, который я не смог пройти, в том числе и на консоли. Мне ещё и на Mac'е её дали, а я такой, нет, что на iPhone? Наконец-то на iPhone смогу тоже не пройти. Замечательно. Ну, круто, круто, что могу сказать. Но у меня есть разгон про то, что Apple надо что-то срочно делать с мобильным геймингом, потому что дикий процессор 18 Pro, крутая производительность, рейтрессинг. А там реально что происходит вообще на iPhone? Мы очень рады, что компания Division Resurgence выпустит iPhone в начале 2024 года. И этот новый уровень производительности позволит создавать новые игры для iPhone X Pro, которые ранее были доступны только на игровых консолях. ПрК или Mac. Например, Resident Evil Village от Capcom и ремейк Resident Evil 4, которые будут выпущены позже в этом году. А Ubisoft выпустит Mirage, последнюю часть франшизы Assassin's Creed на 15-й iPhone. Опа! Я стану профессионалом. Вот это круто, на самом деле. Вот это круто. То есть, представляете, iPhone становится полноценной игровой платформой, когда игра релизится на больших консолях, на ПК, и прилетает это все еще и на iPhone. Очень круто. А ты подключаешь геймпад и поскакал. Она построена на мощном фундаменте аппаратного и программного обеспечения. Она позволяет снимать самые удивительные фотографии и видео с невероятной универсальностью нескольких объективов. В iPhone X Pro установлена наша лучшая на сегодняшний день система камер. Пользователи получат еще более качественные фотографии и видео. Новые мощные функции и эквивалент семи объективов камеры у них в кармане. Вот вам Миша, который расскажет вам, как мы этого добиваемся. Ну давай. А что вы думаете, Миша? Сейчас Миша расскажет. Он как будто не очень хочет, но как бы сделал, так сказать. В прошлом году мы представили нашу 45-мегапиксельную камеру, которую пользователи любят за ее прекрасное высокое разрешение. Вот это фотографии. iPhone 15 Pro оснащен более совершенной сракой. Ну то, что 48-мегапиксельная матрица, это мы знали. Камера оснащена новым ноноразмерным покрытием для уменьшения бликов на объектив. Она обеспечивает высокое разрешение повседневных фотографий, большее фокусное расстояние и лучшую производительность при низкой освещенности для портретов и ночного режима. При использовании всех пикселей 4-пиксельного сенсора основная камера может запечатлеть невероятные детали. Мне нравится каждая маленькая чешуйка на этой ящерице. В дополнение к 48-мегапикселям Pro-Roc пользователи теперь могут снимать в режиме 48-мегапикселей вересковой пустоши. Разрешение в 4 раза больше, чем раньше. А также благодаря мощи нашей... Да, то есть если вы снимаете в радио, вы можете получить все 48-мегапиксели. ...по умолчанию для основной камеры. 24-мегапиксельные фотографии сочетают в себе лучшие качества низкой освещенности и детализации. Как вы можете видеть здесь, это прекрасный цвет ее глаз, резкость по краям ее одежды и художественное отражение на столе. Так как новый фотонный движок теперь использует изображение с разрешением 48-мегапикселей. iPhone может снимать фотографии с более высоким разрешением за 24 секунды. 28 и 35 миллиметров фокусного расстояния. Очень важный диапазон для профессиональных фотографов. Теперь они могут быстро переключаться между этими новыми опциями и даже выбирать новый объектив по умолчанию. Они могут настроить свою камеру в самом деле. А, смотрите, новая приколюха теперь он в миллиметрах показывает. Тем понятнее было. Также доступны портреты нового поколения с регулировкой фокуса и глубины. Они в два раза лучше работают в условиях низкой освещенности, как вы можете видеть на этом прекрасном снимке. Мельчайшие детали выражения ее лица невероятно четки и контрастируют с тускло освещенным, но детализированным фоном. Ты действительно можешь почувствовать ее эмоции. На этой фотографии ночной режим просто невероятен. Теперь, благодаря фотонному движку, мы можем запечатлеть больше цветов и деталей, чем когда-либо, от теплоты ее губной помады до складок ее белого платья. Благодаря лидарному сканеру портреты в ночном режиме также выглядит потрясающе на iPhone 5 Pro. На этом снимке мы запечатлели замысловатую ткань его свитера вместе с красивым боке света на заднем плане. А наша новейшая технология Smart HD обеспечивает еще более восхитительные фотографии с большим динамическим диапазоном. Как вы можете видеть здесь, ее лицо прекрасно освещено, а в волосах отражается солнце, и все это при сохранении голубизны неба. А теперь давай поговорим о нашем диапазоне увеличения. iPhone X Pro оснащен отличной трехкратной телеобъективной камерой с фокусным расстоянием. Эээ, нам обещали телескоп. А, это в маленьком iPhone 15 Pro трехкратный телескоп. Ого! Что-то уникальное. У нас самый длинный оптический зум на сегодняшний день. Что самый длинный зум? 5X. Ха! Помню, не сказал-то, что он самый длинный. Видали подлиннее. Мы разработали самую современную телеобъективную камеру. По сравнению с iPhone X Pro Max она выглядит лучше. Ее сенсор увеличен на 25%, пиксели фокусировки увеличены на 100%, а угол обзора составляет 2,8. Диафрагма у него самая большая из всех смартфонов в этом оптическом диапазоне. 120 мм – это очень полезное фокусное расстояние. Оно отлично подходит для съемки крупным планом, для фотографий дикой природы и для того, чтобы приблизиться к спортивным событиям. Объективы диаметром 120 мм обычно имеют большую длину. Поэтому вместо этого мы создали инновационный дизайн тетрапризмы, встроенный прямо в iPhone. Световые лучи отражаются 4 раза через стеклянную конструкцию, что позволяет... Пытайцы такого никогда не делали. Это создает достаточное расстояние между объективом и датчиком, чтобы обеспечить большее фокусное расстояние. Кроме того, у нас есть наша самая совершенная стабилизация на сегодняшний день. Комбинированный модуль сдвига датчика OIS и автофокуса 3D, который перемещается во всех трех направлениях. Это первое устройство для любого смартфона. Это было очень важно для поддержки дизайна тетрапризмы. Оно обеспечивает еще лучшую стабилизацию с возможностью до 10 микрорегулировок в секунду. Это в два раза больше, чем в iPhone X Pro. Это увеличенное фокусное расстояние дает профессиональным пользователям совершенно новые возможности для творчества. И мы не можем дождаться, когда увидим невероятные фотографии, которые они сделают. Сверхширокоугольная камера также улучшена благодаря новому антибликовому покрытию. Ну вот жалко, я думал, что они сделают ультравайт камеру тоже 48 мегапикселей. Это было бы логическим развитием. Возможно, в Pro Max версии так. Макросъемка — это один из семи объективов новой системы камер Pro с 10-кратным оптическим зумом. Диапазон фокусных расстояний варьируется от 13 до 120 мм, что делает iPhone X Pro Max более мощным и универсальным, чем когда-либо. А теперь вернемся к челюстям. iPhone X Pro обеспечит фотографам и кинематографистам отличные рабочие процессы, которые ранее были невозможны. Использование кабеля USB 3 с iPhone X Pro обеспечивает невероятность, что перенос ваших больших фотографий Pro-Ro или видеороликов Pro-Ro на ваш Mac намного быстрее. А теперь вы можете использовать свой iPhone с функцией Capture One для съемки и мгновенной передачи данных. 48 мегапикселей Pro-Ro можно загрузить прямо на компьютер Mac. Вы легко создадите профессиональную студию, подходящую для современных быстро меняющихся. Ну, правда, действительно, можно на iPhone фоткать уже с такими обвесами, абсолютно не стесняюсь. При создании видео можно быстро менять диски местами и использовать iPhone в качестве основной камеры на съемочной площадке. Запись на внешний диск обеспечивает еще более высокое качество записи. Мы впервые увеличили скорость записи на 4 кадра до 60 кадров в секунду. Это отличный вариант для... 4K Pro-Res не просто, а Pro-Res это мощный апдейт. Мы также вводим кодирование журналов, чтобы сделать Pro-Res еще более мощным для наших профессиональных пользователей. Это позволит расширить диапазон и гибкость визуальных эффектов и цветовой градации в пост-продакшене. Благодаря лоб-кодированию iPhone X Pro станет первым смартфоном в мире, поддерживающим систему цветового кодирования Academy. Или Asus. Это глобальный стандарт цветовых рабочих процессов, облегчающий кинематографистам использование iPhone в своем производстве. Система камер iPhone X Pro раздвигает границы того, что можно запечатлеть с помощью смартфона. Драгоценные воспоминания, запечатленные на iPhone, выглядят потрясающе при просмотре с помощью Apple Vision Pro. Фотографии и видео выглядят реалистично, а панорамы расширяются, создавая эффект погружения, который окутывает вас с головой. И есть еще одна уникальная функция, которую мы создали специально для мира пространственных вычислений. С помощью iPhone X Pro теперь можно снимать пространственные видеоролики. Мы используем сверхширокую и основную камеры вместе для создания трехмерного видео. Затем ты сможешь волшебным образом пережить эти воспоминания на Apple Vision Pro. Это действительно важно, так как твой iPhone всегда с тобой. Так что ты никогда не упустишь возможности запечатлеть особенный момент с помощью пространственного видео. Например, во время пляжного отдыха твоей семьи. Пространственное видео позволяет тебе почувствовать, что ты прямо сейчас перенесся в тот момент времени. Ты также можешь поделиться этими пространственными видеороликами с любым пользователем Apple Vision Pro, чтобы он тоже почувствовал себя там. Запись пространственного видео будет доступна позже в этом году. Так вот, это iPhone X Pro. Наш лучший и самый профессиональный iPhone из когда-либо существовавших. У него новый, красивый, прочный и легкий титановый дизайн, а также производительность нового уровня по сравнению с моделью A17 Pro. Удобная и настраиваемая кнопка действия и наша самая профессиональная система камер для наших лучших фотографий и видео за всю историю. В том числе портреты нового поколения и наш самый длинный оптический зум на iPhone X Pro Max. Все это обеспечивает отличное время автономной работы в течение всего дня. iPhone X Pro будет продаваться по той же цене, что и в прошлом году. 9 долларов 99 центов. У него есть 256 гигабайт памяти, что также... Смотрите, теперь 15 Pro от 128, Max от 256. Также есть невероятные предложения от Apple и наших партнеров операции. Ну понятно, да. То есть подороже стал только Pro Max. Когда вы покупаете iPhone V11 Pro или новее, у нас есть невероятные предложения. Все новые модели iPhone будут доступны для предварительного заказа в эту пятницу, 15 сентября. А в магазинах они появятся на следующей неделе, 22 сентября. А, без ограничений. В следующей неделе в Cloud Plus появятся два новых тарифных плана. Ох ты, наконец-то! В Cloud Plus также есть замечательные функции, которые позволяют вам легко обмениваться фотографиями, автоматически создавать резервные копии вашего iPhone и многое другое. И, конечно же, благодаря семейному совместному использованию каждый член вашей семьи может воспользоваться всеми преимуществами и Cloud Plus. Это, безусловно, наша лучшая линейка iPhone за всю историю. Смотрите, 14 Pro отлетел, остался SE 13, 14, 15 Pro Pro. И нету... ...пользоваться в течение семьи. А линейка iPhone C начинается всего с 429 моделей. А теперь вернемся. Что-то спорно. Зря меня не убрали, зачем-то 13 iPhone оставили. Что-то дела такие. Мы полетели дальше к Тиму. Спасибо тебе, компания Челюсти. Спасибо. А также всем, кто работал над созданием этих удивительных продуктов, которые так необходимы в нашей повседневной жизни. Это часы Apple Watch 9 серии. С нашим рабочным чипом, когда... Час 20 и все. С более ярким дисплеем и новым удобным способом взаимодействия с вашими часами. К тому же, это наш первый продукт с нейтральным содержанием углерода. Apple Watch Ultra 2 – наши самые прочные, еще более мощные часы. Теперь оснащены самым ярким дисплеем Apple за всю историю. iPhone 15 и iPhone 15 Plus теперь оснащены технологией Dynamic Island. Это невероятная система камер с 48-мегапиксельной основной камерой. А также мощь 16-мегапиксельной бионической камеры в великолепном новом дизайне. iPhone 15 Pro выполнен из титана, что обеспечивает долговечность, легкость и потрясающую отделку. Благодаря новому чипу A17 Pro, это самый быстрый чип, когда-либо использовавшийся в смартфоне. У нас есть настраиваемая кнопка действий и наша самая профессиональная система камер на сегодняшний день, включающая пятикратную телеобъективную камеру. Это самые лучшие и мощные айфоны, которые мы когда-либо производили. В компании Apple мы стремимся создавать инновационные продукты и лучшие в своем классе решения, которые помогают нам делать то, что наиболее важно в нашей жизни. Apple Watch и iPhone просто необходимы. Они всегда с нами, и мы пользуемся ими в течение всего дня. Именно поэтому мы так рады, что ты начнешь пользоваться этими новыми невероятными устройствами. Спасибо тебе за то, что присоединился к нам. Хорошего тебе дня. Пока. Ты что, вот так вот все, да? И все. Да, дела, конечно. Ну, сейчас я встану, чтобы штаны не упали. Честно говоря, я страшно опечален. Но, то есть, настолько, что я бы сейчас все закончил и свалил в гримерку и рыдал там один. У меня там есть душ, я бы закрылся в нем голый. И печально бы поливал себя холодной водой. С одной стороны, я рад, что мы быстро раскидались. Всего час двадцать четыре. Я думаю, что это одна из самых, ну, не то что, самая короткая презентация Apple. Но достаточно шустрая. И, народ, вы знаете, что у нас есть такой формат, который называется «Вся правда о презентации Apple». Или в данном случае он будет называться «Вся правда об iPhone 15». Я думаю, что мы этот формат запишем в том числе на YouTube, поэтому я призываю вас принять участие в записи ролика. То есть, мы продолжаем быть онлайн. И я напоминаю, что для тех, кто смотрит нас сейчас в интернете, доступен розыгрыш двух айфонов. Это iPhone 15 и iPhone 15+. Прошки мы разыграем чуть позже, следите, так сказать, за новостями. А для тех, кто находится в зале, мы разыграем пять айфонов прямо сейчас. И я думаю, что мы разыграем всю линейку, да, еще один сверху. Но это мы уже будем делать, когда уйдем из, так сказать, эфира. Ну, а прямо сейчас, народ, что я вас попрошу, собственно, сделать. Я сейчас как будто бы начинаю видеоролик на YouTube, а вы так педисто аплодируете, как будто вообще кайфово, прям все было. Сейчас, подождите, 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 подождите. Сейчас я красиво, красиво меня снимает. Рука, ты здесь? Народ, всем привет! Добро пожаловать к нам на YouTube. И мы с вами поговорим! Только не совсем понятно, почему вы аплодируете. К сожалению, в зале дети, поэтому я не могу сказать так, как я чувствую. Но давайте по порядку. Apple Watch Series 9. Полный провал. Абсолютно минорное обновление. Новый процессор. Ничего интересного, кроме жеста. Жест кайфовый, скажи. Вот, классно. Можешь теперь вот так делать. В этом плане, конечно, да, забавно, но тот же самый уже надоевший дизайн, тот же самый супер навороченный экран. Как будто бы все, что нам показали, мы это в том или ином виде видели. Новые, очень экологичные ремешки. Спасибо, конечно, но мы как-то и без этого неплохо жили все эти годы. Apple Watch Ultra. Полный провал. Второе поколение. Ну куда? Зачем вы аплодируете? Ну можно, ладно, если у вас есть желание. Как бы поддержите мою, так сказать, реакцию. Настолько обленились, что ни нового дизайна корпуса, ни новых цветов вы научились для айфона, забегая вперед, красить титан в четыре цвета. Почему вы не покрасили мне корпус этих самых Apple Watch Ultra 2? Ничего супер классного. Тот же самый новый процессор, тот же самый жест. Спасибо, конечно, величие. Новые цвета для ремешков. Но все это я могу использовать на своих старых Apple Watch Ultra. И как будто бы, ну ничего нового, ничего такого, чтобы я сказал хочу и бросал доллары в экран, как я делал это раньше. Следующая остановка, это, конечно, вся эта тема с экологией. Я понимаю, что ребятам в Купертино, где они пьют из картонных стаканчиков, используя не менее картонные трубочки, это все замечательно. Рассказываю историю. Как вы знаете, у них каждый штат со своими приколами. В Калифорнии очень серьезные, значит, требования к экологии. Вот эти размокающие во рту картонные трубочки. Еду из Лос-Анджелеса в, значит, Лос-Вегас. Это два разных штата. Калифорния, Невада. В Калифорнии мне, значит, дают эти трубочки мерзкие. Пересекаю границу, захожу, значит, в ресторанчик в Неваде. И там нормальные люди, у них нет проблем с экологией. И я спрашиваю, значит, замечательного официанта. Я говорю, а можно трубочку, вот эту стру? Он, знаете, достает из передника, у нее такой фартук, такую хапку пластиковых трубочек. И тут я понял, что все мои страдания экологичные за прошлые дни просто обнулились в этот момент. И даже они там в Америке понимают, что это слишком сложные приколы для чуваков в Сан-Франциско, в Кремниевой долине. И они уже совсем оторвались от реальности. Поэтому, ну, такое себе. И большой упор на эту часть как будто не продает ни часы, ни впоследствии айфоны. Айфон 15, полный провал. Ну, куда это годится? Плюс-минус тот же дизайн, то же расположение камер. Чуть более закругленные углы, но я не вижу в этом какого-то прям великого инновационного решения. И это, по сути, прошлогодний айфон 14 про. Камера 48 мегапикселей из 14 про. Экран, хотел сказать. К сожалению, мне завезли Dynamic Island. Далее хорошо. Процессор прошлогодний. Все плюс-минус оттуда. Единственное, что новый USB-C. И тот медленный. Но зато удобно. И, собственно, нам показали, что AirPods тоже можно будет заряжать непосредственно от айфона. А значит, в презентации на этом не стали делать акцент. Но аксессуары тоже обновят. То есть, скорее всего, появятся в продаже AirPods Pro второго поколения с USB-C. И какое-то время будут продаваться Lightning и C-версии аксессуаров. Плюс-версию вообще задвинули куда-то на задний план. Она просто существует. В ней чуть больше батареи. А значит, больше времени работы. А значит, если вам нужен айфон базовый, но 6,7 дюйма, берите айфон 15+. Замечательно. Ну и, конечно, 15 про, 15 про макс. Опять же, кто не смотрит наш канал, кто не следит за нами в Телеграм, тот ожидал айфон ультра. Многие блогеры, СМИ говорили, все, сейчас Тим Кук покажет ультру. Никакой ультры, как вы видели, не случилось. Тот же самый нейминг и 15 про, как мы с вами обсуждали до презентации, не получил ту самую навороченную перископ-камеру. Ожидали зум шестикратный и получился пятикратный. Ну хорошо, хоть так. Ну и здесь тоже все ожидаемо. Мощный процессор А17 Pro, больше не Bionic, больше мы не заигрываем с нейросетями и прочими ядрами. Теперь мы говорим о возросшей производительности GPU. Замечательно, но где ее реализовывать не совсем ясно. Да, будет полтора игры типа Resident Evil 4 и Village, какой-нибудь Assassin's Creed Mirage, но как будто этого недостаточно, чтобы покрыть вот эти все новые крутые возможности и цену этого устройства. С памятью все так же не до конца понятно, как будто бы 128 все еще база, и это очень грустно. Только в самом дорогом большом iPhone мы стартуем с 256. Непонятно, верхняя планка, это мы выясним чуть позже, да, будет ли 2 терабайта ожидаемых, но скорее всего да. Экран все так же 120 Гц, промоушн классный, но опять же без каких-то новых возможностей. И единственное, что прямо действительно отличает Pro версию от прошлогодних моделей, это титановый корпус. Все, больше ничего, да, и то 4 цвета достаточно грустных, белый, черный, типа оригинальный серый титан и синий, да. Золото, видимо, покрасить не смогли, в смысле титан в этот цвет, а значит от золота отказались. Все, что мы с вами слышали от наших замечательных аналитиков и инсайдеров, все подтвердилось. Единственное, что меня прям действительно порадовало, тут вы можете поаплодировать, кнопка Action Battle. И то, и то ее у нас отобрали в базовой модели. Опять же, я так вангую, что в следующем поколении, в 16-м айфоне, как и Dynamic Island, она, так сказать, по иерархии спустится теперь уже и в базовый iPhone 16. На выходе получается, что, ну действительно крутая система камер, но у нас все еще 12-мегапиксельный ультра-вайт сенсор, который на самом деле достаточно мыльный. У нас 12-мегапиксельный, пусть и с хорошей диафрагмой, тот самый пятикратный зум, и нам говорят, что там лучшее значение по как раз именно диафрагме на рынке. Но, блин, мы опять же, большие сомнения, что китайцы не выпустят что-то такое же классное через месяц-два. Более того, система из трех камер сегодня это не самое большое и крутое значение, что есть на рынке, и 48-мегапиксель не самый злой сенсор. И если по части видео Apple все еще обгоняет все, что есть сейчас у конкурентов, потому что он записывает 4К, в том числе 60 видео, на все камеры, и на фронталку, и на любую из основных, Android-смартфон так почему-то не умеет делать, то по части фото сегодня и Samsung, и многие другие компании очень сильно обгоняют все, что показывает Apple. И в итоге, честно говоря, настолько грустного послевкусия от презентации лично у меня не было давно. Но, объясню почему, потому что если в прошлом году с iPhone 14 мы и не ждали ничего особенного, и не получив ничего этакого, не сильно расстроились, то в этом году как будто хотелось какого-то прям большого прыжка вперед. А компания даже не удосужилась перекрасить Apple Watch Ultra 2 в какой-то новый цвет. Она ничего не придумала с дизайном уже достаточно надоевших Apple Watch, которые из года в год имеют одни и те же цвета, имеют одни и те же корпуса, и тот же дизайн. И зачем обновляться, вообще непонятно. Кроме того, что вы хотите вот так отвечать на звонок. Но все это, вот все, что я сказал, все это можно обнулить одной простой мыслью. Эти телефоны не для тех, кто владеет iPhone 14 Pro. Это телефоны и продукты не для тех, кто владеет Apple Watch Series 8. Это не для тех, у кого есть Apple Watch Ultra. Это для тех, кто обновляется через 3-4 поколения. Это для тех людей, которые будут покупать iPhone 15 Pro, имея в кармане iPhone 11. Это для людей, которые когда-то имели в собственности Apple Watch Series 4, а сегодня захотят купить Apple Watch Ultra 2. Это для тех людей, для нормальных, короче, людей. Поняли, да? Apple стала компанией для нормальных людей. И очень грустно, что Apple все меньше компания для техногиков, для чуваков, которые действительно любят технологии, интересуются какими-то очень крутыми вещами. При этом, это компания, которая все еще дает те технологии, которых нет у конкурентов. Ни Face ID, ни звонки через сотовые сети. Причем, опять как-то, как начинаю говорить про iPhone, все равно мух летает. Как только мы с вами говорим об iPhone в отрыве от его, скажем так, монументальности и разбираем его по составляющим, оказывается, что ни у кого нет такого быстрого процессора. Никто не снимает 4K60 видео. Ни у кого нет спутниковых звонков. Ни у кого нет, там, титанового корпуса. Ни у кого нет. То есть, это телефон, который все еще остается уникальным абсолютно для рынка. И, несмотря на то, что в определенных моментах конкуренты лучше, краше, замечательнее и дешевле, если все это соединить, получается, что iPhone это лучший телефон, который можно купить здесь сейчас. Ура! Ну, вот так я вас немножко, так сказать, ну, а теперь для тех, кто смотрит, собственно, это все в YouTube-чике будет вставка с кухни, где я буду материться, уже там другая совершенно история. Но это вы потом завтра посмотрите. А так, спасибо за ваше участие. Мы сняли сегодня только что ролик на YouTube. Замечательно.